Друзья мои, вашему вниманию очередной эксперимент, скрывающий ту гнилую сущность людей, доказывающих все наши подозрения о том, что в колл-центрах, в центрах взыскания работают бездушные чурбаны и чурки. И вот вам очевидное и ярчайшее доказательство этого факта. Итак, слушаем, как Герпес Адольфович разговаривает с одной из таких чурок. А можно ее сейчас как-то услышать по телефону? Нет, она, к сожалению, сейчас отсутствует. Так, а у нее тогда какой номер телефона? Как? К ней позвонить можно? Вы к ней не дозвонитесь, по одной простой причине, что она в госпитале, в состоянии, мягко скажем, нерабочем. Что-то серьезное, да, с ней случилось? Она уксус выпила. Ага, акт суицида. Так, как же нам теперь быть-то с ней? Вы не хотите узнать, по какой причине? Что, по какой причине? По какой причине она попыталась это сделать? Она записочку оставила. Там, кстати, вы с какого банка? Совком? Совком, Совкомбанк, да. Там есть в списке Совкомбанк. Так, ну как вам по имени-отчеству обращаться можно? Герпес Адольфович. Еще раз. Герпес Адольфович. Ой, имя не расслышала, я отчество слышу, имя не понимаю. Герпес, мифический герой, Герпес. Да, Герпес Адольфович, да? Совершенно верно. Так, по Совкомбанку, вы как-то мне можете ситуацию прояснить, раз она не может? Нет, если вы в курсе всех дел. Я в курсе всех дел. Она должна, в том числе и Совкомбанк, денег. Ну да. Ей не давали вздохнуть на протяжении долгого времени. И она ничего лучше не придумала, как выпить уксус. Ну это не выход из ситуации, согласитесь, вы как взрослый человек. Нет, а я хотел бы в вашем тоне какие-то нотки сострадания услышать для начала. Или вам все равно? Ну какие я должна нотки вам сострадания выразить? Ну то есть вы понимаете? Она же не умерла, что вам соболезнования выразить? Нет, нет, не в этом дело. Просто вы понимаете, вы работаете в той структуре, которая косвенно причастна к данному конкретному акту. Совершенно не считая, что банк как-то к этому причастен. Совершенно. Вот вы смотрите, вы в том числе... Мы ее не заставляли этого делать. Нет, вы звонили, звонили. Звонили, звонили. Я не пытаюсь вину переложить на ваши плечи, душа моя. Я пытаюсь понять, что за люди работают в этих структурах, которым все равно... Обычные люди такие же, как и все. Две руки, две ноги, голова. Нет, это да, внешне, конечно, да. Но люди это не куски, не субстанции из вот тех самых органов, которые вы сейчас сказали. Существует такое расхожее мнение, да, его квалифицировать невозможно, но это называется душа. Не слышали о таком? Человеческая душа, простая. Человеческая душа. Вы знаете, я позвонила не об этом разговаривать, да, об этой философии и обо всем подряд. Это не со мной об этом будете беседовать. То есть с вами невозможно об этом побеседовать, да? Об этом нет. К сожалению, у меня, во-первых, я не располагаю времени об этом разговаривать. Нет, вы не располагаете той самой душой, душа моя. Точнее, я не буду больше к вам обращаться, душа моя. Вы не располагаете. И если бы, не дай бог, вас коснулось как-нибудь... Вы можете как-то этот вопрос решить? Сейчас этим вопросом занимаются, то есть надо деньги, да? Конечно. Все равно надо деньги, да? Ей, конечно, мы желаем выздоровления. Вы не думайте, что баланс такой прям. Конечно, пусть она, естественно, выздоравливает, но пусть она вернет вам денежные средства. Да уж, да уж. Послушайте, а вы бы, как вы думаете, вот вы утверждаете, что в основном все люди такие, да? Мы опять с вами не с усеем пришли. Что я думаю это? Вы как-то вопрос можете решить? Мы сейчас степь в ту ушли. Послушай сюда, бездушная деревяшка. Не тыкайте мне. Я тебе буду тыкать. Тебя сейчас тролят. Я с вами разговаривать не буду. До свидания. Да, друзья мои. Здесь Герпес Адольфович просто не выдержал. Понимаете, знаете, как вот с каким-то холодом разговаривать. И тут уже не было никакого желания, никакой возможности и троллить ее, и поддерживать как-то, и выводить на какой-то откровенный разговор. Не за что зацепиться, понимаете? Там уже мертвичина. Там уже просто глыба льда сидит, и все. Или камень, как угодно. Ну, вы это поняли. Вот. Это то самое доказательство. Кто готов со мной поспорить, пожалуйста, комментарии к вашим услугам. Пишите комментарии. Там лайки, дизлайки. Это ваше право. Но мое глубокое убеждение, что большинство сотрудников банков, работающих во взыскательных вот этих отделах, именно такой мастер. Другие там просто не держатся. Я не отрицаю, что там приходят попробовать свои силы многие и все. Но, судя по тем же комментариям у меня на канале, люди, которые были там, на той стороне баррикад, они долго там не задерживались. Те люди, которые нормально себя воспринимают и не считают, что мир завязан только лишь на деньги. Понятное дело, что здесь была импровизация, никакого, слава богу, суицида не было. И мы просто проводим таким образом эксперимент, чтобы повысить интерес посетителей к нашему каналу. Это все совершенно логично, на мой взгляд, потому что я еще раз, в очередной раз утверждаю, что мой канал несет в себе, помимо информационной нагрузки, нагрузку рекламную. Да, мы рекламируем свою деятельность таким вот, в том числе, образом. И очень хорошо рекламируем. Люди, которые обращаются к нам через наш канал, получают услугу юридической защиты и потом в итоге живут хорошо и благодарны вам за все. Те, кто недавно на этом канале, кто недавно оказался здесь и еще даже не подписался, категорически рекомендую подписаться на наш канал, потому что ролики мы стараемся выкладывать каждый день по несколько штук. Это очень интересно, познавательно и в такой развлекательной форме, и в жесткой форме преподносятся, и люди начинают успокаиваться, начинают сначала задумываться, а потом понимать, что все не так страшно, как на самом деле они сами себе с помощью вот этих служб взыскания вообразили. И в доказательство моих слов я вас перенаправлю на наш сайт. Ссылочка на сайт в описании ролика есть. Любого ролика, не только этого, любого ролика на нашем канале. На сайте выложена видеопрезентация. Как устроена работа кредитных юристов нашей компании, компании Алям. Что мы для вас сделаем, если вы решите обратиться к нам за защитой. Как мы избавим вас от долгов. Как приведем к комфортному платежу. И как мы создадим условия, когда банк, либо ваш кредитор, сам решит отказаться от претензий к вам. Сразу хочу подчеркнуть. Все те, кто решит встать под юридическую защиту и подпишет договор с нами, должен прекратить все финансовые отношения с банком. То есть в банк более не копейки. Для кого-то это условие является бонусом. А для кого-то это непреодолимое препятствие. Если вы во второй, как говорится, команде, когда для вас это непреодолимое препятствие, значит вы еще не готовы. Значит я вам порекомендую побольше побыть на нашем канале. Если проникнуться той атмосферой, которую несет этот канал, понять, что вы никому ничего не должны, даже если брали у кого-то что-то, у коммерческой структуры. Я сейчас, кстати говоря, так в кавычках в сторону. Я никогда не считал, что если взял, можно не отдавать. Это не относится к друзьям, соседям, родственникам, знакомым, коллегам по работе. Потому что тут люди достают из кармана и отдают свое. Вот эти долги всегда нужно отдавать. Здесь правила общего быта, общего, как говорится, сожительства. Это беспрекословные, на мой взгляд, правила. Но коммерческая структура, это отдельная история. А почему? Посмотрите видео на нашем сайте и все поймете. Для вашего удобства, а также сейчас справа на видеотрансляции, выйдет подсказка кликабельная. Вот она. Нажав на эту подсказку, вы попадете на наш сайт точно так же. Ну, посмотрите, если вас все устраивает, если вы взвесите все «за» и «против», а «против» тут, на мой взгляд, вообще нет, только «за», то, конечно же, оставляйте заявку, как указано у нас в видеоинструкции, и вам перезвонят в рабочее время наши специалисты. Обязательно перезвонят. Звонить будут с телефона, который в правом верхнем углу сайта указан. Вам самим на этот телефон звонить нет смысла, потому что дозвониться до нас категорически невозможно. Очень тяжело, во всяком случае. Поэтому я вам предлагаю просто оставить заявку, если вы хотите встать под юридическую защиту, если вы посмотрели видео на сайте, а это обязательное условие, и дождаться звонка нашего специалиста. Если вы что-то не поняли из этого видео, вы зададите вопрос, вам наши специалисты обязательно все, как говорится, разжуют и по полочкам разложат. И вы будете четко, отчетливо понимать, какое решение вы приняли и почему оно правильное. Еще раз, вот смотрите, справа появляется подсказочка кликабельная. Вот она. Посмотрите видео на сайте, и потом примите то самое правильное решение. Ну, подписывайтесь, конечно, на наш канал, как я уже говорил, ставьте лайки, пишите комментарии, вступайте, кстати говоря, в группу ВКонтакте. Ссылочка на группу в описании любого ролика есть там. Все наши ролики дублируются в группе ВКонтакте. Если вам удобнее через ВКонтакте, смотрите тоже, можете совершенно спокойно смотреть ВКонтакте. Ну, а с вами был Кузнецов Дмитрий, Центр юридической защиты компании Аля. Да, чуть-чуть забыл. Не забудьте, пожалуйста, поделиться в соцсетях этим роликом, чтобы как можно больше количества людей узнали правду. На этом все. Всего вам хорошего, хорошего времени суток. Счастья вам, здоровья вам и вашим близким. До свидания.